всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью прошу прощения еще раз что не могу вам показаться лицом связи с болезнью но полезен болезнью надо дома что-то делать тем более что я не могу сидеть на месте это не мое начала освобождать холодильник потому что начали начинаем мы забой кролей надо осенних уже сейчас убирать и вот заглянула в морозилке что-то лишнее убрать у меня вот там нашла вот такое сало покупали свинину довольно таки увесистые кусочки занимают много места нужно куда-то их не употребить ну и что я вам хочу предложить рецепт на маски из сала это очень очень вкусно сало я вас уверяю что вам очень понравится что мы делаем значит я вот эти кусочки я их сейчас вот так вот разделю в длину ну вот этот кусочек видите он у меня поменьше и вот так вот буду убирать сало ножом срезать вот так со шкурки шкурку мы потом куда-нибудь используем но нам нужно срезать вот это сало вот я его срезали сюда отправляем и вот так вот так дальше нам нужно срезать все сало будьте аккуратны нож постарайтесь взять очень острый будет попадаться мясо ничего страшно вот у нас осталось вот такая шкурочка я ее не выкидываю я ее убираю она не так много места займет в морозилке но ее можно будет куда-нибудь потом использовать если что-то можно на корм скоту отправить так и вот так вот следующий кусочек почему на длинные вот на такие так легче просто связать и у вас максимальное количество сала срежется а максимальная шкурка останется если вы ее решите что ее не нужно никуда вам использовать да допустим то можете или собачки сварить или поросят там сварить кто держит да найдете применение в конце концов чтобы птичкам повесить зимой они тоже склюют и сюда и вот так вот мы поступаем со всем салом почему вот так вот я режу вдоль потому что так удобнее у меня два ножа не делайте пластинки сильно толст но не толстыми а широкими лучше сделайте их положи вам будет удобнее и вот так вот ничего что остается тут вот я так резала что у меня тут прослоечки мяса есть ну и пусть она будет мы же мясо в сало добавляем до простой кушаем же нормально это все ну и тут пусть она будет и вот так вот этот нож толстый я убираю но мне просто удобнее можно сначала но мне удобнее вот так вот как-то серединке срезать и вот так вот видите даже прорезала по немножко и убираем ведем вот и теперь этот кусок и так поступаем со всем салом какой у нас у нас есть шкурку 2 600 у меня получилось сало взвесила вот я и 300 граммов шкурок вот осталось у меня из них можно приготовить им приготовить их можно но если я не вздумаю вошкаться с ними они уж очень тоненькие у меня получили совсем на них нечем брать я отварю их собачки с рожочками сделаю очень вкусно покушает теперь вот это сало весы уберу я буду резать на небольшие кусочки только по причине того что у меня старенькая мясорубка и ей будет тяжело пропустить вот это все мы сейчас должны все сало пропустить через мясорубку поэтому я порежу на маленькие кусочки а вы смотрите по своей мясорубке если у вас мясорубка мощная и вы знаете что она вас прям таким куском пропустит то конечно никакого смысла в резке я не вижу пожалуйста пропускаете пропускаю я на минимальной решетке чтобы получилось не крупная фракция сейчас все изрежем пропущу на мясорубке и мы с вами снова встретимся будем уже заправлять вот сало я пропустила смотрите вот так вот здесь у меня чеснок я почистила мне нужно 200 килограммов чеснока вам я все пропорции да на килограмм чистого сала чтобы вы не ошиблись у меня здесь 2 600 сало я бы считала по пропорциям меня здесь 200 с небольшим граммов чеснока у меня здесь 87 граммов соли я повторюсь дам вам на килограмм и И специи. У меня здесь 2 чайные ложки черного молотого перца, пол чайной ложки острого сухого перца чили и 2 чайные ложки паприки. Самое вот, знаете, небольшой такой секретик, это значит мы, видите, как чесночок сало пропустили, а чесночок оставили. Так и должно быть. Чеснок мы сейчас, у меня здесь и яровой, и зимняк, всякий чесночек есть. Мы его сейчас пропускать будем в блендере. Засыпаю я его в блендер и буду здесь пробивать до каши. Я вам сейчас все это пропущу, как сразу покажу. Вот смотрите, чесночок вот такой вот получился весь, вот прямо пастообразный, видите. Прямо пастообразный вот такой вот, практически без крупинок. Вот именно такой чеснок мы и будем вводить в наше сало. Сейчас я одену перчатки. Высыпаю сюда соль. Соль должна быть каменная. Высыпаю сюда мои приправы. Выкладываю сюда чесночок. И всю эту массу я начинаю очень хорошо перемешивать. Все соединять. Довольно таки длительное время. Возможно я потрачу может минут 20-15, чтобы все-все соединить. Мы очень хорошо должны промешать этот фарш. Вот сало все перемешала. Я минуток 7 помешала, дала минут 5 постоять и еще минуток 7 помешала, чтобы уже быть уверены, что все растворилось там хорошо. Сейчас мы будем делать с вами вот такие колбаски. Можно, конечно, в контейнер уложить, но не знаю, мне так как-то наиболее менее удобно. Здесь вот у меня колбаска примерно 150 граммов. Когда 155-160, вот так вот. Что будем делать? Я беру вот такой пакет, обычный пакет. Вот у меня завязочки тут приготовлены. И я беру, ну вот, ложкой, как бы подцепляю это хорошо. Она же цепляется, вот такая масса получается. Выкладываю сюда на пакетик. Вот так. Сейчас немножко подзаверну. Вот. И все, и начинаю придавать форму колбаске. Подтягивайте, уплотняйте. Дальше закручиваем. Ну, это побольше будет. Видно, что я тут хорошо хапанула со лица. Так. Закручиваем с этой стороны. И уплотняем ее. Видите. Вот такая колбаска получилась. Сейчас мы завяжем кончики. Вот такая колбаска получилась. Сейчас мы лишнее обрежем. Так вот, чтобы придать ей более-менее эстетический вид. Видите? Все. И вот, все сало переделал вам вот на такие колбаски. Вот сколько колбасок у меня получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, ну вот пятнадцать штучек получилось. Примерно там по сто шестьдесят, по сто пятьдесят граммов. Сейчас я их сложила вот в эту чашечку. И в этом виде я поставлю в холодильник на два дня. Можно полтора. У меня тут так упакованы небольшими. Поэтому пойдет и полтора дня. Через полтора дня я их отправлю в морозилку. Если вы хотите кушать, то через полтора же дня нахождения в морозилке вы можете уже оттуда брать колбаску. Вот эту вот. Я обычно ножницами растригаю. И ее в контейнер отпускаю. И в контейнере вы уже из контейнера будете аккуратненько брать ее и мазать на бутербродики на хлеб утром. Это очень-очень вкусно. С борщом, с щами. Поверьте мне, это очень-очень-очень вкусно. И у нас наступает холода. И это и питание, естественно, для организма и неплохое. Мы должны всегда кушать каждый день сало, чтобы быть здоровыми. А остальная часть у вас лежит в морозилочке. И вы по необходимости оттуда берете колбаску, размораживаете и кушаете. Все вроде получилось хорошо. Приятного вам аппетита. Хочу вас всех очень-очень поблагодарить за то, что за слова поддержки. Вы прямо меня растрогали до слез за то, что беспокоитесь о моем здоровье. Большое-большое вам всем спасибо и низкий поклон. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. А я, как всегда, желаю вам всего самого хорошего и доброго. Самое главное – здоровья. Поверьте мне, будет здоровье, а остальное все приложится. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!